Доброго времени суток, друзья! Приветствую всех на канале Разумгейм. Сегодня предлагаю прогуляться по новому проекту, который открылся на базе Rage Multiplayer. Данная сборочка принадлежит игре GTA V. Ну, а что она из себя представляет, нам и надо будет выяснить. Ну, а при входе в игру нас встречает стандартный для подобных проектов, выполненный в таком же стиле, настроечное меню персонажа. И вот, войдя в игру, сразу же бросается в глаза, что очень и очень мелкие надписи. Попробуйте разглядеть, что написано вот здесь. Ну, или тем более, что написано вот здесь, где показывает стрелочка. У меня, в принципе, больших размеров монитор, но даже мне рассмотреть, что там написано, ну, это затруднительно. С небольшого монитора или с того же ноутбука, я уверен, что здесь будет не прочитать вообще ни одного слова. Ну, это первое, что бросается в глаза, заходя на этот проект. Ну, а мы движемся в сторону мэрии или ратуши, как уж она здесь называется, я не знаю. А почему туда? Да потому что при заходе я понял, что это точная копия той же самой сборки, на которой располагается, например, достаточно популярный проект Red Edge. Уж не знаю, почему, но эта сборка, на которой вот располагается Red Edge, я не знаю, есть ли у них названия какие-то, но это, видимо, либо самая легко доступная, либо самая популярная сборка. Но и это, естественно, ее такая же точная копия, как и на моем, например, предыдущем обзоре проекта Miracle, который располагался точно на такой же вот сборочке. Расположение ключевых точек и, в основном, даже исполнение этих ключевых точек один в один, как на том же Red Edge. И изменения минимальные. То есть, если вот на Miracle, например, я показывал красивую ратушу, то здесь ратуша достаточно банальная, и такую мы уже встречали. Ну, или Мэрия, как она здесь называется, уж не знаю. Ну, а суть-то, в общем, этого всего в том, что если сборка одинаковая, то значит, трудоустройство здесь через Мэрию. И вот, как видите, здесь надпись Job. Выбираем работы. И вот тут начинается одна из отличительных черт этого проекта. Это вот само трудоустройство. Как видите, оно разбито на две категории. Есть подработка, а есть профессия. Как это вообще подразделяется, я не особо понимаю, что такое подработка, что такое профессия. Слова, по-моему, просто подобраны из головы, в общем, взяты. Какие-то просто, чтобы были. Ну, в общем-то, и там, и там профессии, и там, и там обычная работа. Нету никакой там подработки, действительно. Вы не можете ничего совмещать. Но, тем не менее, выглядит это вот таким вот образом. Как видите, есть описание, и снизу серенькая полоска, гласящая вам, с какого уровня вам откроется та или иная профессия. Уж извините, я буду все называть профессиями, потому что это так и есть. Это обычные профессии. Но, тем не менее, открываем вкладку с профессиями, и замечаем, что они, в общем-то, стандартные. Но, нам доступны все, кроме курьера. Курьер откроется после первого уровня. Все остальные профессии разделены на три категории. Как видите, две из них у меня закрыты. Это зависит от вашего уровня. Ну, выбираем профессию. В данном случае я выбрал профессию строителя. И отправляемся на строительную площадку. Поиск самой строительной площадки происходит через телефон. Нажимаем телефон, там GPS. Выбираем рабочее место, и автоматически прокладывается туда маршрут. Здесь никаких трудностей нет. Трудности наступают по прибытию вами на рабочую площадку. Ну, или на рабочее место. В моем случае это строительная площадка. Но, куда бы вы ни приехали, первое, с чем вы столкнетесь, это аренда транспорта. И вот, посмотрите на эту табличку, которая выскакивает. После того, как вы слезли со своего транспорта, вот она, эта табличка, глащащая о том, что через три минуты аренда автоматически закончится. Если вы снова не сядете на свой транспорт. Ладно, идем устраиваться. И вот то, что я говорил в начале, когда еще был в ратуши. Видите, вот они, три вот эти вот категории. То есть, чтобы устроиться дальше на этой же строительной площадке, инженерам или каким-то там диспетчерам, вам надо прокачать до третьего уровня. А пока у нас первый уровень, и ничего нам больше не доступно. Ну что ж, выбора у нас немного, поэтому приступаем. Идем к первой точке. И тут интересная штуковина. Как видите, к нему, у него, вернее, у персонажа появляется три мешка. То есть, здесь даже не заморочились по поводу анимации. Просто клеим к руке три каких-то непонятных мешка, и пускай игрок вот с таким вот... Это не баг, кстати. Это не баг. Это так и задумано авторами данного проекта. Ну и вот в такой вот нелепой, просто я бы сказал, позе, три мешка приклеены к руке, начинаем бегать по точкам. Вся работа происходит, как вы можете понять, на двух уровнях. Верхний уровень, на который нам надо подняться и добежать до точки, это сама строительная площадка. Потом возвращаемся на нижний уровень, на землю. Опять подбираем баганные мешки. Ну, извиняюсь, это не баг. Это так задумано авторами, видимо. Ну, нету негде, вернее, взять приличной анимации, поэтому пускай игрок бегает так, как вот... Ну, вот так вот пускай и бегает. То маленький мешок, то большой мешок. Ну, в общем, вот начинаем бегать по этим точкам. Но тут надо не забывать. Помните, я показывал табличку, что каждые три минуты вам надо садиться на транспорт, иначе он исчезнет. В моем случае я не стал на него садиться. Ну, потому что это уж совсем идиотство какое-то. Мало того, что работа из себя представляет, ну, просто очередной нудняк, это беготня по точкам с баганами пакетиками. Это очень нудно. Это нудно и просто, ну, невозможно долго этим заниматься. И вот тут-то на вас начинает, как снежный ком, наваливаться проблема за проблемой. Ну, во-первых, заниматься вот этой вот однообразной беготней вам придется, ну, очень долго. В моем случае я так и не смог себе тут ничего прокачать, потому что, ну, у меня просто нервов не хватило бегать вот так вот от точки до точки часами. А это действительно нужно делать часами. И я нисколько здесь не утрирую. Следующее. Когда вы занимаетесь этой беготней от точки до точки, вы можете заметить, что деньги у вас не появляются. Для того, чтобы получить зарплату, вам нужно будет подойти к прорабу и уволиться. А это такое себе решение. Если сейчас кто-нибудь заедет сюда, там, например, на мопеде или на машине и собьет меня, то, естественно, работа свалится, и я это время, потраченное мною, например, там, часа два, да, уйдет в холостую. То есть работа свалится, и вы ничего не получите. Поэтому я это считаю, конечно же, ну, плохим решением на данных проектах, где, в общем-то, никто серьезно к этому не относится. И сбить вас или просто пристрелить, может, ну, в любой момент. Следующее, что все-таки транспорт у вас пропадает. Или вам придется действительно каждые три минуты на него садиться. Что, естественно, ну, очередная чушь. За три минуты я нигде не успею ничего сделать. Как можно вешать на транспорт аренду три минуты, и мне вообще в голове не укладывается. Я видел проекты, где у тебя транспорт стоит часами, а то и вообще остается на целую сессию. Таким образом, участвуя в этой нудной беготне от точки до точки, вам периодически придется подбегать, садиться на свой мопед, слезать, потом подбегать к прорабу, каким-то образом, ну, не каким-то образом, вернее, а для того, чтобы застраховать свой заработок, уволиться, потом опять устроиться, опять сесть на мопед и продолжить беготню по точкам. Вот так вот здесь авторы решили сделать работу. Которая еще, к тому же, разбита на три категории. Дальше переходим к заработку. Для этого, как я и сказал, надо подойти к прорабу. Как видите, ничего прокачать мне не удалось. Индикатор на нуле. Ну что ж, увольняемся. А вот выскочившая табличка, гласящая о том, что я заработал 135 долларов, поставила крест на моем существовании на этом объекте. Я понял, что за такие деньги я не могу себе позволить тратить часы своего времени на этом проекте. К тому же еще, здесь, как видите, есть индикатор еды и воды. И он уже подходит к нулю. Ну, уже осталось 40%. А это следующая проблема этого проекта, потому что жажда и голод наступают, ну, очень быстро. А найти еду и воду, это, ну, не такая простая задача, как вам кажется. Магазинов мало. Есть некие бургерные, в которых-то, в общем, и надо искать еду. Но не в каждой бургерной вы ее сможете найти. Из всех, которые я посетил, только в одной была вода и была еда. Во всех остальных писалось, что товар уже закончился. Ну, а говорить о том, что проделывать вам это все придется пешком, наверное, нет и смысла. Торговые точки разбросаны по всей карте, а вот аренда транспорта, она, как и на том же Red Age, в общем-то, как на этой сборке, в стандартных местах. И мне навигатор выдал ближайшую возле мэрии, что не имело смысла. Пока я добегу до мэрии, я потеряю еще больше времени, поэтому придется бегать пешком. Но я, в конце концов, нашел, где продается вода. И надо сказать, что это единственная точка, где можно взять воду. Которая, кстати, очень быстро наступает жажда, и вода гасит не сразу полностью ваш индикатор. Но придется принять несколько баночек. Далее обращаем внимание опять на очень мелкий шрифт кнопки выхода. На белом фоне ее вообще не видно. Ну и обратите внимание на стоимость данного заведения, которым мы после коснемся. А коснемся ее потому, что эта экономика абсолютно не настроенная. И первая же работа строителя на этом проекте мне это доказала. Я провел огромное количество времени за какие-то копейки, даже ничего себе не прокачав. А чтобы мне открылась следующая профессия, мне нужен уровень. Первый уровень хотя бы. Который здесь откроется вам по истечению какого-то срока пребывания на этом проекте. Да и то первый уровень даст вам возможность работать курьером, что тоже, в дальнейшем вы увидите, не решит ваши проблемы. Но к этому мы еще вернемся. А я, как видите, приехал на новую профессию, которая здесь называется грузчик. Опять та же самая хрень с тем, что через 3 минуты все пропадет. Но я забил на эту табличку, я не бегал и не садился все время на мопед. Как видите, то же самое. Все разделено на три категории. То есть надо, чтобы получать хотя бы 3 доллара за точку, надо прокачать третий уровень этой профессии. Что, мне кажется, тоже является, ну, высшей бредятиной. Далее мы переодеваемся в одежду строителя и бежим на первый загоревшийся триггер. Триггеры будут потом меняться. Далее идет вот такая же хрень, как и на строительной площадке. Просто огромный ящик приклеен к руке персонажа. Выглядит это, ну, мега идиотски. Ну, просто мега идиотски. Может быть, прописывать анимацию очень сложно. Я не знаю, я не разбирался в этом. Но здесь решили, что можно просто приклеить ящик к руке и пускай игроки играют вот так. Наверное, им это кажется интересно и забавно. На мой взгляд, это выглядит, ну, мега нелепо. Но на этом нелепости этой работы не заканчиваются. Подходя к точке погрузки, вам еще надо бить по клавиатуре и ловить буквы. Как видите, сверху загорается буквы и полоска. Пожалуйста, пошлюпайте еще и по клавишам. Вам же, наверное, нравится это. Именно вот таким вот образом разработчики решили разнообразить, на их взгляд, видимо, очень скучную работу грузчика. И добавили вот это вот шлепание по клавишам и ловлю вот этих вот букв. Видимо, так должно быть интереснее игроку, нежели просто бегать от точки до точки. Подобную я уже видел вредятину. И очень мне это, например, не нравится. Мало того, что это и так-то скучно, так тебе еще надо и руку убирать с привычного твоего места и ловить эти дурацкие буквы. Поэтому долго этим заниматься я не стал. Естественно, пошел сразу же увольняться. Я сделал пять точек. И вот когда я пришел увольняться и посмотреть на то, что я заработал, я увидел, что мне упало за пять точек десять долларов. То есть, чтобы здесь заработать хотя бы тысячу, вам придется здесь, наверное, на этой точке и умереть. Так как за тысячу вам придется преодолеть двести точек и написать свыше тысячи символов, которые выскакивают на точки разгрузки. Поэтому я, конечно же, быстро ретировался с этой точки, проклиная, что вообще сюда пришел. Ну а далее проблемы, связанные с транспортом на этом проекте и с водой и питанием никуда не денутся. Вам все равно опять придется искать эти точки. И, как видите, не везде можно найти воду и еду. А тем не менее, это все требует финансов. Аренда транспорта на этом проекте стоит сто долларов. И исчезает она через три минуты. Плюс постоянно надо покупать еду. Деньги все кончаются и кончаются, поэтому надо искать новую работу. А новая работа это газонокосельщик. И все ее уже, наверное, узнали. Тех, по крайней мере, кто бывал на подобных сборках или на RedAge. Но только здесь разработчикам кажется, что это слишком скучно просто ездить на газонокосилке. И здесь, как и на всех работах, все разбито на три категории. Вот стоят боты, которые и отвечают за эти категории. Чтобы прокачаться, надо приступить к работе. И если вы на какое-то мгновение подумали, что вот сейчас будет банальное катание на газонокосилке, да нет, нет. Разработчикам этого проекта показалось этого слишком мало и это слишком банально. Для начала игрок должен пойти переодеться, а потом в слайс побегать. Потому что катание на газонокосилке надо заслужить. А чтобы ее заслужить, надо прокачать хотя бы один уровень. А прокачивается он беготнёй по тому же самому полю, но только вот с элементами вот этого вот печатания на клавиатуре и перемещения от точки до точки. Я не знаю, как пришло в голову вот такое вот решение. Кому показалось, что игрок заходит на проект для того, чтобы задрочить себя в хлам, исполняя вот такую вот, на мой взгляд, ну абсолютно дебильную работу. Ты бегаешь от точки до точки и на каждой точке ты еще долбишь по клавишам, ловя эти буквы. Но еще и после этого начинается какая-то нелепая анимация, которая убивает и так потраченное время. Как видите, вы набиваете клавиши и пошла какая-то анимация. И может быть, конечно, я ошибаюсь и кому-то подобное очень даже нравится, но мне кажется, что игроки заходят на подобные проекты для того, чтобы насладиться визуальной составляющей и никак им не нравится бить по клавишам и бегать от точки до точки. Игрок хочет получить, если не морально, то хотя бы какое-то эстетическое удовлетворение от того, что он видит на экране и уж никак не выполнять тупую работу, которой и в жизни хватает. Но если вы думаете, что за это хорошо платят, вы ошибаетесь. За то, что я проделал, я получил всего 24 доллара. А провел я здесь, ну, если не час, то где-то минут, наверное, 20 времени. И напомню, что вам постоянно надо покупать, жрать и пить, и аренда транспорта стоит 100 долларов. То есть, чтобы здесь, придя на эту точку, отбить хотя бы то, что вы потратили. А заработать здесь вам нужно будет как минимум 150 долларов, чтобы отбить. Ну, и чтобы побывать в плюсе, надо еще потратить, ну, хотя бы столько же времени. И если вы не задрот, который может себе позволить часами сидеть и набивать на клавиатуре какие-то буквы, а вы периодически отвлекаетесь, или вы хотите получить какое-то удовольствие от игры, ну, тогда готовьтесь к тому же, что испытал и я. А я постоянно ухожу в минусы. Ну, а в ожидании, когда вам откроется первый уровень и доступна будет работа почтальона, мы посмотрим еще на одну работу, которая встречается на большинстве проектов. Это работа электрика. И, как видите, здесь точки, по которым надо бегать электрику, закрыты забором. И тут нас встречает все та же уникальная механика разнообразия работы электрика. Опять печатаем на клавиатуре. Как же по-другому? Видимо, у разработчиков этого проекта, ну, больше никакой механики нету. Ну, а чтобы вам не было скучно передвигаться от точки до точки, здесь, мне кажется, внедрено, ну, просто гениальное решение. Все перекрыто заборами. И, пожалуйста, полазите через заборы. Не надо просто так передвигаться от точки до точки. Это слишком банально. Давайте бегать через заборы. Более того, здесь даже выход и вход на этот объект перекрыт заборами. Даже, чтобы сюда попасть, вам все равно надо будет перелезать через забор. Ну, а мне изрядно это все надоело. Я поставил своего персонажа в АФК, вкручил анти-АФК, свернул игру и ушел. Зашел на следующий день, и да, у меня был уже первый уровень. А первый уровень позволяет вам открыть уникальную, видимо, для этого проекта работу почтальона, которая вам доступна не сразу. И очень хочется надеяться, что Тоната как раз и спасет наше финансовое положение. И, может быть, каким-то образом выровняет экономику этого проекта. Но надеяться на это не стоит. Сначала посмотрим на то, как это выглядит. А выглядит это так же, как и на этой сборке, и как на Red Age. Но на Red Age, кстати говоря, от этой схемы отказались. Поменяли и одежду, поменяли и транспорт, и поменяли даже точку прибытия этой работы. Теперь там это все выглядит гораздо антуражней, чем здесь. Но здесь стоит старая работа, старая работа почтальона. И, в общем-то, берем транспорт, берем 10 посылок и начинаем наше движение в сторону развоза этих самых посылок. И вот тут вот рухнула моя последняя надежда на то, что я зря провел здесь время. Я рассчитывал, что здесь-то начнутся заработки. Но, как вы можете заметить, никаких заработков здесь нет. За каждую точку, это сейчас видно, выпадает 10 долларов. Ну, а дома, по которым мы ездим, я их специально показываю, вы видите их стоимость. Ездим по разным домам, поэтому стоимость разная. Но зарплата одна. Она дается вам 10 долларов за точку. Таким образом, чтобы заработать 1000 долларов, вам надо проехать 100 точек. 100 точек. Периодически возвращаясь на базу и получая новые 10 посылок. Не забывая про то, что вам еще регулярно придется пополнять провизию и вводу. Ну, а я, занимаясь этой всей хероборой, я уж, простите, по-другому то, что здесь представлено в виде рабочих занятий, я не могу назвать. Я не встретил ни одного человека. Нет, люди заходят и выходят. На проекте есть люди, но большинство из этих людей это администрация. Это видно по тому, на каких машинах они ездят и в каких шмотках они ходят. И вот очень бы хотелось сказать, выйди со своего админского аккаунта, зайди как простой игрок и попробуй потестить, поиграть в то, что вы представляете для игрока. Что вы сделали? Поиграй, попробуй прокачаться с нуля и до хотя бы покупки какого-то домика. Поиграй за игрока, а не гоняй по проекту на купленной какими-то там админскими способами машине. Зайди и поиграй в то, что вы сделали. Потому что по ощущениям, что эти рабочие занятия просто сделали, залили и бросили на произвол судьбы. А пусть будет так. И вот мне почему-то кажется, что если бы разработчик сам попробовал прокачаться с нуля и до какого-то там уровня на этих работах, они стали гораздо проще. Как это делается на большинстве проектов. Первоначальные работы делаются простыми и быстрыми, чтобы игрок не заморачивался и не тратил много времени. Но здесь же решили пойти другим путем. Решили задолбать игрока вот этими вот задротскими заданиями. Это видимо для разработчиков считается каким-то неким прорывом роли-плей направления. Не знаю. Очень спорное решение и мне здесь очень не понравилось. Это первый проект, с которого я ухожу, имея на балансе минус. У меня меньше денег, чем когда я сюда пришел. А пришел я сюда, у меня была тысяча долларов подъемных. И ухожу я отсюда с гораздо меньшей суммой. Да и в целом о проекте у меня сложилось впечатление, что зря потраченное время. Никаких уникальных профессий я не увидел. Ничего интересного я не увидел. Экономика не настроенная, я бы сказал, просто конченная. Разделение профессий на какие-то подкатегории тоже мне показалось бредоподобным. Ну и экономическая составляющая все тех же профессий тоже абсолютно не настроенная. И, как видимо, никем не тестировалась. Каких-то уникальных и интересных решений, которых мы не видели на каких-то других проектах, мы здесь не увидим. Все наоборот банально и наоборот все усугубили до невозможности. Я имею в виду те же самые начальные профессии, которые зачем-то сделали хардкорными, зачем-то добавили несколько категорий, понизили заработную плату. И вот эта вот система по набиванию клавиатуры каких-то букв, я считаю вообще из ряда вон выходящей и никому не интересной. Поэтому у меня сложилось впечатление от этого проекта, что я просто зря потратил здесь время. Мне не понравилось ничего из того, что я увидел. Вы можете заметить, что я не ходил в магазины одежды, не ходил в магазины транспорта, потому что действительно я был занят тем, что ты все время ищешь транспорт арендованный, ты ищешь воду, ты пытаешься задротить на каких-то точках, набивая эти буквы. Все время ты попадаешь в минус, у тебя наступает жажда и голод, опять-то беготня по кругу. В общем, какая-то абсолютно ненастроенная, замкнутая порука, из которой выбраться очень сложно. Ну и неинтересно, вот что самое важное. Проект неинтересный. Он заставляет вас сидеть и смотреть на одну и ту же точку, на однообразную работу часами. Да, наверное, есть способы как-то это обойти, например, вступить в какую-то группировку, или пойти в полицию, или в медики. Но если отыгрывать гражданское направление, то вы столкнетесь с жуткой скукотой. И я действительно не могу понять, кому пришло в голову сделать все то, что я вам, в общем-то, показал в этом обзоре. Но у вас есть возможность зайти и поиграть самим, получить от этого какое-то удовольствие. Проект открыт, он открыт недавно, он новый. Заходите, участвуйте в этом проекте, участвуйте в этой экономике. Ну, а у меня на этом все. Спасибо всем, кто посмотрел. И всего вам доброго. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok